Привет, ребята, это профессиональный блокчейн-канал. Приятно познакомиться с вами на нашем видео. А сегодня у нас есть специальный гость и специальный проект на нашем сайте АМА. Мы будем задавать вопросы и получать на них ответы. Так что сегодня в нашем прямом эфире будет присутствовать соучредитель компании Киберконнект Райан Ли. И давай зададим несколько вопросов. Райан, привет, как у тебя дела? Как у вас дела, ребята? Спасибо, что пригласили меня к себе. Это круто. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что уделил мне время. Спасибо тебе за потрясающий проект. Давай обсудим несколько вопросов и, как обычно, начнем с того, что расскажем немного о твоем прошлом. А что именно, как ты пришел в криптографию и как начал подключаться к киберсвязи? Да, так вот, я начал заниматься криптографией на полный рабочий день в 2017 году, создал проект в начале 2017 года, который назывался Delive. И в конечном итоге был приобретен компанией BitTorrent в 2020 году. А затем я был техническим директором BitTorrent в течение полутора лет. Наполовину. А затем в 2021 году мы запустили программу Киберконнект. Это самый ранний протокол социальной сети в мире. Цель Киберконнект, помочь пользователям и разработчикам владеть социальными профилями своих пользователей, их социальной идентичностью, социальными данными, их графиками. А также обеспечить, чтобы каждый имел право собственности на свой контент и канал монетизации. Прошло уже два года с тех пор, как мы запустили систему Киберконнект. Это круто. Спасибо тебе за ответ. И давай поговорим о нашей команде. В чем заключается наша главная цель? Что стоит за Киберконнектом? Да, я думаю, что самая большая проблема, которую мы пытаемся решить, заключается в том, что, как мы можем судить, люди действительно недовольны традиционными социальными сетями. Люди недовольны тем, что создатели на самом деле не контролируют данные и многотиражные издания. Это всегда зависит от платформы. По сути, создатели арендуют место на этих платформах. В конце концов, эти создатели заслуживают того, чтобы иметь свою фанатскую базу, собственный канал распространения, собственную монетизацию и собственный контент на 100%. Чтобы они могли зарабатывать на жизнь, не слишком полагаясь на платформы. Итак, компания Киберконнект начала свою деятельность с того, чтобы действительно вернуть пользователям право собственности на данные. Таким образом, каждый может как создатель, безопасно создавать контент на любой платформе и быть уверенным, что эти данные всегда принадлежат ему. Они могут перейти на любую другую платформу, любое приложение перейти на Киберкад и по-прежнему ожидать, что это будет их контент. И тогда для пользователя это будет выглядеть так. Всякий раз, когда я захожу в новое приложение, это всегда одни и те же люди, которые у меня есть. Мои друзья всегда будут рядом. Мои связи всегда будут рядом. Мой жизненный опыт, моя история, моей социальной жизни всегда будут с нами. А что касается разработчиков, то они могут легко создать приложение без проблем с совместным запуском или без участия пользователей. Это все равно, что создать открытый Facebook, где разработчики могут использовать любой интерфейс поверх этого открытого Facebook. Спасибо тебе. И еще второй вопрос. Мы знаем, что вы увеличили объем финансирования за два раунда до 25 миллионов долларов в общей сложности. А теперь давайте поговорим о ваших спонсорах. Кто является вашим главным спонсором? А что это за проект? Да, и так, мы собрали два раунда, как вы и сказали. Наш первый раунд был проведен в 2041 году под руководством компании Multicoin. И мы собрали 10 миллионов долларов из нашего начального капитала под руководством компании Multicoin. А затем во втором раунде серии А, приняли участие бренд Анимоко и компания Sky9, которые вложили в этот раунд 15 миллионов долларов. И судя по веб-сайту, у нас есть отличные спонсоры из лаборатории Binance, Delphi Digital, Hash, Dripadragon. Да, у нас довольно большой список инвесторов. Хорошо, давай поговорим о тех вехах, которых ты достиг. Ты уже два года занимаешься созданием социальной сети Web3 и подключением к киберпространству. Давай поговорим о главных достижениях. Да, вместе с командой мы добились многого. Да, так что у нас есть пара очень важных вех. Так вот, я имею в виду, что мы стартовали в 2021 году. Гонка была закончена, как и два раунда гонки, в начале 2022 года. Первый протокол V был запущен в прямом эфире в конце 2021 года, о чем мы и договорились 100 пользователей, от 100 до 20 пользователей. А потом мы выпустили наш альбом V2 очень скоро после того, как в прошлом году летом мы увидели огромный рост продаж. На данный момент у нас более 1,4 миллиона пользователей. А затем в рамках протокола NGDU было собрано более 11 миллионов контента. Это один из пяти лучших контрактов с точки зрения потребления газа и объема транзакций. И вот недавно мы только что выпустили V-образную тройку. V-образная тройка облегчает ввод пользователей в систему и помогает нам добиться массового внедрения, благодаря более легкому входу в систему. Люди могут войти в систему с помощью этой функции. У нас есть смарт-кошелек, который называется кибер-аккаунты. И тогда люди могут взаимодействовать с чем угодно в любой сети, не зная толком, как ориентироваться в своей метамаске, сетях или плате за газ. И к настоящему времени, благодаря трем обновлениям V, мы уже увидели, что за две недели зарегистрировалось более 200 пользователей. В общей сложности, как мы показываем здесь, 1,25 миллиона ваших профилей, 50 миллионов транзакций в общей сложности. 11 миллионов постоянно создаются и собираются. Ежемесячно активных кошельков насчитывается более 20, и этот протокол также приносит приличный доход. Хорошо, это было вступление к третьему каналу связи. Очень приятно, спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Так что давай поговорим о предстоящем мероприятии по генерации токенов, которое состоится 15 августа. А как насчет этого? Несколько слов о списках объявлений. Да, так что для нас это очень интересно, в конечном итоге мы хотим создать социальную сеть, принадлежащую пользователям. И большой шаг на пути к этой децентрализации заключается в обеспечении того, чтобы протокол принадлежал всем. Так что часть управления утилитой токенов очень важна для долгосрочной устойчивости. Так вот почему кибербезопасность была очень необходима. А кроме того, кибербезопасность сама по себе является токеном, и у нас есть эти две другие утилиты. Одна из них заключается в оплате имен, чтобы оплатить покупку имени пользователя в экосистеме Киберконнект и использовать его в качестве токена газа, где пользователи совершают транзакции по каждой цепочке, которую мы поддерживаем. Так что вместо того, чтобы пользователи собирались получить Эфириум, или получить основанный на оптимизме Эфириум, или получить произвольный Эфириум, или получить что-то вроде Бэнк, или получить Матик, они всегда могут просто использовать Кибер для оплаты газа в рамках Киберконнект. Для нас это было очень захватывающее время. Очевидно, что уже некоторое время идет запуск пула запуска Binance, и токен начнет торговаться 15-го числа, в 12 часов дня по Гринвичу. Так что через пару дней это произойдет. Хорошо, давай вернемся к обсуждению некоторых технических вопросов. Ты два года занимался разработкой программного обеспечения для компании Киберконнект. Какие стратегические и технические изменения внесла твоя команда? Расскажи немного об этом, пожалуйста. Да, многие из нас, я бы сказал, изменились так, как будто мы перешли от нашей системы, основанной на плетении, к более цепной системе. Так вот, мы перешли от Эфириума к более многопоточному подходу. А теперь, когда появилась третья версия пятой, мы полностью совместимы друг с другом. В настоящее время Киберконнект работает в режиме реального времени на линейном оптимизме Полыган. И очень скоро он появится в режиме реального времени на Арбатрон и других двухслойных устройствах. Так что мы стремимся предоставить возможность создателям и разработчикам в каждой цепочке опробовать Киберконнект. В этом, пожалуй, и заключается самое большое отличие. Кроме того, сам кибераккаунт является полностью совместимым кошельком. Поэтому мы хотим помочь пользователям подключаться к интернету не только так, как пользователи Web3, но и любой другой пользователь Web2 может подключиться к CyberConnect и Web3. Зарегистрировав кибераккаунт с помощью своих самых знакомых методов входа в систему. Как будто мы даем им возможность входить в систему с помощью электронной почты, и им не нужно управлять своими фразами на языке C. А затем они могут начать играть с Киберконнект, а затем использовать эту учетную запись для входа в другие приложения. Например, вы можете использовать ту же киберучетную запись, с помощью которой вы создаете контент и читаете контент на Киберконнект, а также торговать и выполнять некоторые действия DeFi по другим протоколам. Так что это очень интересно. Это круто. И еще один вопрос о Киберконнект, а затем мы сразу перейдем к массовому внедрению. Так в чем же заключается дорожная карта развития Киберконнект? Какова будет наша главная цель в ближайшем будущем? Да, так что подключайтесь к Киберконнект прямо сейчас, продолжайте запускать Киберконнект в других сетях. Он уже находится на оптимизме, так что мы внедряем его в Арбитром ЕАПМ и другие системы второго уровня. Кибертрак это компания по обновлению версии V3. Она продолжается уже 3-4 недели. Это все равно будет масштабная компания по привлечению новых пользователей. Мы раздаем награды на сумму более пары миллионов долларов за то, чтобы пользователи могли попробовать свои силы и подключиться к Кибернет V3. Прямо сейчас, пока мы говорим, создается структура DAO. Именно это нам и нравится, когда происходит создание токена, событие генерации токена. Киберкошелек также очень скоро появится в прямом эфире, когда появится телевидение, и пользователи смогут опробовать киберкошелек. Так что используйте свою киберучетную запись для входа в интерфейс кошелька. Да, и в дорожной карте у нас все еще есть возможность создать наш собственный второй уровень, возможно, где-то в следующем году. Где мы действительно сможем построить очень масштабируемую и эффективную сеть второго уровня для использования в социальных сетях. Но это все зависит от киберсоединения. Если ты хочешь попробовать себя в том, что делает киберсоединение, ты можешь перейти по ссылке 3, которая является одним из приложений, построенных на базе киберсоединения. Киберконнект это протокол, а третье звено это интерфейсное приложение. Ты можешь попробовать третье звено, перейдя по ссылке 3,2 и более чем по ссылке 2,6. Проекты используют третье звено для управления своим социальным сообществом и создания контента. Многие из них являются хорошо известными проектами, такими как Дикс, Масари, Ван Инч, Бэнк Чейн, Арбитром. Так что если ты создаешь сообщество на третьей странице или изучаешь социальные сети или опыт подобный этому, то да, переходи на третью страницу и попробуй это сделать. Круто. Давай поговорим о массовом внедрении. Таким образом, мы все понимаем, что очень важно привлечь новых пользователей в криптографию. Итак, вы говорили о том, что хотите начать свой второй уровень. Так что насчет десантирования с воздуха. Будет ли какая-нибудь возможность получить его? Что это значит? Десантирование с воздуха, ты имеешь в виду награды сообщества, которые у нас есть? Вот именно. Да, они у нас есть. Таким образом, в общей сложности 9% токена предназначены для вознаграждения сообщества. И первый сезон, который является первым, первый сезон можно будет получить в день проведения мероприятия G. Таким образом, 15-го числа будет доступно 2,4 миллиона игр. А потом у нас впереди еще 6 сезонов, чтобы получить оставшуюся часть киберспорта в качестве награды сообщества. И да, мы используем массовое усыновление. Я думаю, что для нас это отличный способ привлечь множество замечательных пользователей, чтобы они попробовали использовать Киберконнект. И как ты можешь судить, более 20 из них активно ежемесячно. Мы рады поделиться успехами Киберконнект со всеми, кто нас поддерживает. Это круто. Все в порядке, ребята. Так что мы разместим все ссылки в описании нашего видео на ваши социальные сети, твиттер, веб-сайт и так далее. И мы ждем 15-го августа ИДЖЕ, я думаю, что вы можете поговорить о цене вашего токена, но с нашей стороны я думаю, что все-все будет хорошо. И я надеюсь, что мы увидим запуск ракет, как любят рассказывать трейдеры. Так что, ребята, спасибо вам. Большое вам спасибо за то, что уделили нам время. Большое вам спасибо за потрясающий проект. И я рад, что такие умные люди, как вы, создают потрясающие вещи. Это просто великолепно. И ты работаешь над массовым внедрением криптовалюты. Это очень мило. Большое вам спасибо, ребята. Спасибо тебе. Если бы это было так. Если у тебя есть что добавить к нашей аудитории, мы всегда открыты для тебя, Райан. Пожалуйста, скажи мне несколько слов. Да, может быть, в нескольких словах. Как мне кажется, да, к кибернетику, возможно, будет несколько сложнее объяснить. Но просто подумай о том, как Facebook или эти социальные приложения смогли действительно привлечь всех желающих к интернету. И мы делаем это для того, чтобы привлечь всех друзей, которые у тебя есть в реальной жизни, к блокчейну, чтобы освободить их от цепочек. Так было до того, как Facebook проделал огромную работу по привлечению людей в интернет. А теперь мы делаем это для того, чтобы привлечь их к сети. Я думаю, что существует огромный потенциал в том, как мы можем дать людям возможность действительно совершать сделки или делать больше вещей в блокчейнах и киберпространстве. Что является нашей основной задачей, позволяя им опробовать социальный опыт, опробовать блокчейн не только для Дегина. Не только для торговли, но и для получения опыта, изучите социальный аспект этого процесса, а затем используйте этот опыт так, как вы его используете. Так что, по-моему, мы столкнулись с чем-то очень интересным. Это круто. Большое тебе спасибо, Райан, за то, что уделил нам время. Увидимся, скоро увидимся. И я надеюсь, что ты вернешься к нам после Джа, и мы обсудим, каковы основные цели твоего проекта в ближайшем будущем. Так что, ребята, если вы хотите задать вопросы, мы открыты в разделе комментариев под этим видео, вы можете задать любые вопросы. Мы обязательно на них ответим. И если у вас возникнут особые вопросы к команде, мы также отправим их команде. Так что спасибо вам, ребята, за то, что посмотрели это видео. Не забывайте ставить лайки и оставлять свои комментарии ниже. До скорой встречи. Пока-пока и желаю хорошо провести время. Пока, ребята. Пока. 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 Пока.